Поговорим, что такое Creative Commons, авторские права и что вам нужно об этом знать. Можно ли использовать чужую музыку, фото и видео в целом в YouTube и в интернете? Для тех, кто тут впервые, меня зовут Кирилл Ивсеев, а на этом канале мы обсуждаем, как снимать и продвигать видео. В западном мире считается, что когда вы или другой автор что-либо создаете, фотографию, музыку, видео, то такой труд автоматически защищается авторскими правами. И если вы хотите использовать чужой интеллектуальный труд, то должны спросить у другого автора разрешение. Например, вы можете на SoundCloud спросить у автора, можно ли взять его композицию для своего видео. С другой стороны, чисто теоретически, если вы делитесь мемом в интернете или, не дай бог, скачиваете ролик, музыку в YouTube, по сути, вы нарушаете авторские права. Да, для людей постсоветских стран авторское право еще не совсем понятно, как работает. С другой стороны, даже на Западе понимают, что в этой ситуации узнать, кто же правообладатель мема, очень сложно. А копирование информации в сети происходит настолько быстро, что каждому в дом служба по охране авторских прав постучать не сможет. Да еще, об этом же, скорее всего, никто не узнает. А вот если вы загружаете что-либо на YouTube, то здесь с авторскими правами явно строже, потому что система проверяет автоматически ваш контент. Возможно, вы видели такие значки, но, конечно же, не обращали на них внимания. Что они значат? Creative Commons – это такие шаблоны юридических договоров, соглашаясь с которыми, собственник интеллектуального труда дает право копировать и распространять свою музыку, фото, видео и так далее. Но при разных условиях. У Creative Commons есть кардинально разные варианты, и автор решает, что он разрешает делать со своим интеллектуальным трудом, а что нет. Посмотрите на эту таблицу. В ней видны слева обозначения лицензии, а сверху расшифровка возможности использования. Вы видите, чем больше значков, тем, по сути, строже. Attribution – сокращенно BY – это значит, что автора нужно обязательно указать под вашей работой. Sharealike – сокращенно SA. OK – лицензия у вашего продукта должна быть точно такая же, как у продукта, который вы используете. No Derivative Works – сокращенно ND – запрещается редактировать, делать ремиксы. Non Commercial – сокращенно NC – запрещается зарабатывать, монетизировать на этом. Самая приятная лицензия – это C0. Можно делать все, что угодно, но и найти такую лицензию сложно. Вы можете также загружать свои ролики на YouTube и давать им лицензию Creative Commons. Разрешая другим авторам их использовать. Теоретически есть большое количество людей, которые ищут такие материалы, и это может принести вам просмотры. Но обычно это не несет никакой пользы для вас. Вы можете использовать чужие фото Creative Commons, видео, не спрашивая разрешения. А вот с музыкой и видеороликами бывает все не так однозначно. В теории можно, а на практике есть риск. Поэтому я бы вам не советовал активно использовать чье-либо видео с такой лицензией. Другой автор может всегда изменить ее на более строгую, стандартную лицензию YouTube и отправить вам в страйк. Случается это редко, но иногда такое бывает. И даже под моими роликами писали зрители, которые попадали ранее в такую неприятную ситуацию. Жмите лайк, если видео было полезным. На этом канале будут выходить еще ролики, как снимать видео для YouTube. Поэтому жмите на колокольчик. Увидимся в следующих выпусках.